здравствуйте вот решил я снять видео по началу изготовления адаптера звукоснимателя электромагнитного для патефона вот с такого телефонного капсуля советского производства в телефонных аппаратах применялся как объяснить место динамики значит он состоит из двух катушек здесь внутри магнит такая тут прокладочка но она не металлическая там удрёное название магнитно как-то там не выговорить вот и за счет изменения электрического сигнала вот сюда вот они подаются эта пластиночка либо примагничивается катушечка либо отталкивается то есть получается механическое электрические вернее колебания превращается в механические и мы за счет этого что-то слышим значит ну я решил попробовать использовать ее что получится не знаю так как информации в каком-то из видео я уже про это говорил я не нашел не вин не на форумах по ремонту патефонов изготовлению не в радиожурналах старых там радиофронты все смотрел еще даже книжку как книжку в интернете я ее скачал очень интересная книга называется справочник радиодит вернее радиодетали справочник спиджевский кажется да спиджевский значит там много информации про декодеры то есть для звукозаписи про адаптеры книга 39 1939 года про адаптер электромагнитный радист там радио мембрана еще есть вернее не радио мембрана головка как бы двойного назначения которая может работать забыл название с обычной мембраной алюминиевой и в то же самое время может работать как электромагнитный звукосниматель а ну раз уже мы заговорили про эту книжку значит там в ней в этом справочнике написано элект в смысле есть информация про электромагнитный звукосниматель завода электроприбор значит он там даже картинка есть значит он типа тонарма сразу вот как вот этот только вот здесь стоит электромагнитный звукосниматель такой большой как я понял он на патифон для граммофонов как написано значит так я понял снимается откручивается вернее три винтика и он целиком вместе с этим тонармом электромагнитным звукоснимателем ставился на патифон вот это я к чему информация к чему значит там завод уже это кстати противником облегчение головок звукосниматель там завода как написано но я еще до конца не разбирался не не вчитывался не было времени стоит плоская именно плоская пружина для облегчения электромагнитного звукоснимателя вот это для облегчения головки звукосниматель сколько он весил что чего там этой информации нету но пружина для облегчения головы уже стояла вот но мы не об этом значит другой информации я не нашел роликов на ю тубе тоже я не видел вернее там есть электромагнитный изготовление самодельного электромагнитного звукоснимателя для патифона но он там с не в обиду человеку будет сказано с пластмасса с таких короче для меня это игрушка я так не умею не хочу и не буду делать мне надо что вот если получится с этой штуки что-то сделать вернее будет ли она если она будет хорошо работать и качеством не надо чтобы она работала очень долго не только мне но возможно кому-то еще значит подготовил я к нему вот такую вот штучку то есть он будет сюда вот вставляться значит она из дерева сделана как я и говорил не чертежей ничего нету ответьте даже я ее чуть подкрасим и пришлось исправлять ни чертежей не информации никакой нету значит с деревом проще мне работать вернее с фанера это с фанера в нескольких разной толщины было фанера склеенная бокситной смолой пропитанная полностью все так что по крепости я думаю будет не будет уступать не пласть пластику вот проще к чему то бишь если при изготовлении где-то возникают какие-то нюансы то бишь то есть где-то неправильный замер где-то в процессе какую-то надо произвести скорректировку то вот видите уже белый ободок то есть пришлось чуть-чуть снимать то можно смело где-то что-то обрезать заново приклеить эпоксидной смолой и все это дело пропитать то при изготовлении там с пластика либо еще чего-то если где-то какой-то как говорится косяк пришлось бы вытачивать всю новую значит это вот эта штучка значит вот это вот кольцо резиновое с металлическим это я не помню от какого-то головки наверно у меня был нашел я значит вот это вот штучка будет одеваться вот как бы вот так я ее изготовил значит тут такую сеточку прицепил ну пошел по такому же пути какие на вот этом пьезоизлучателе спия вернее головки с адаптере вернее с пьезоизлучателем то есть поводок также пошел я по принципу и здесь мы будем буду принудительно двигать изменять расстояние до катушки вот этой пластиночки за счет неровностей дорожки и вот этого вот поводочка но болтается то есть нормально работает все выставлен осталось покрасить собрать значит что будет получаться не знаю повторюсь еще раз вот в этом например мсг звук электромагнитный звукосниматель молотовский у него сопротивление 1 килоом и там не помню 200 чем-то он 250 что ли но он новый я про него рассказывал здесь всего лишь 40 об 44 оба поэтому будет что-то не будет не знаю надеюсь что будет кто его знает но в любом случае вот эта вот штучка у меня не пропадет вот вся вот эта вот конструкция близко показы значит мне уже просили люди изготовить подобие вот так у вас пьезоизлучателем на крайняк поставлю на крайний случай если с этого не получится сюда пьезоизлучатель ну или что-то посмотрим не знаю да что касается шнура значит буду я использовать покажу уже значит вот такой это современный шнур мягенький хороший в мягкой оболочке с экраном но для вида как бы для так как он будет использоваться на патефонах значит я его обтянул вот такой вот штучкой как когда-то были на молотах то есть они были в матерчатом исполнении вот уже вид он приобретает более хороший то есть практически как где изготавливались когда-то значит вилочку я решил поставить верни как решил какую мне нашли вот я ее покажу значит для радио просил я там у нас небольшой в городе базар есть где про торгуют всякими как внучка моя называет дедушкиными игрушками просил мужиков чтобы они мне что-то подыскали от советского радио либо что-то в этом духе значит вот они мне нашли тут написано для радио но надеюсь что получится вот это вот штучка у меня работать будет хорошо ну и будет она работать как говорится переживет меня и будет работать долго ну и как говорится народ не разучится читать прочитает что это для радио в электрическую розетку буду буду надеяться не воткнут вот ну вроде бы как все рассказала значит когда соберу возможно будут кое-какие то еще доработки переработки не знаю да по весу он получается как бы тяжеловат ну как тяжеловат и тяжелее естественно чем вот этот приблизительно может быть чуть чуть тяжелее чем обычная головка звукоснимателя то есть там северного пресса например но для меня это не страшно так я объяснял в прошлых видео у меня стоит под пружиненный тонармы для облегчения веса головок все это я рассказывал вот тем более у меня уже есть аргумент что и завод электроприбор ставили пружину для облегчения тонарма вернее не тонарма ну тонарма наверное раз он был стандартно правда не написан вес надо будет поискать информацию вот как бы так спасибо